Глава 10. Безумный отшельник. Я плыл по темной затопленной галереи мимо вращающихся магнитофонных бобин и перемигивающихся кнопок. Оттолкнул рукой возникшую впереди табличку ординаторская. Проплыл над пустой металлической кроватью. Откуда-то доносилась монотонная пиликанье морзянки, постоянно повторяющаяся четыре точки и три тире. Как мне удается дышать под водой? А может быть я и умел? Просто не знал об этом? Хо, хо, хо. Откуда этот звук? Писатель. Вспыхнуло зеленое свечение впереди. Это ты? Я не писатель. Но так тебя называют. Я не писатель. Хотел им стать, но не смог. Дай почитать свою книгу. Какую книгу? Я еще ничего не написал. Ты обманываешь меня. Но я тебя прощаю. Ведь в тебе говорит скромность, верно? Нельзя быть таким скромным, писатель. Не в твоем мире. И не в моем мире. Почему я обманываю? У меня правда нет никакой книги. Я лишь работаю над ней. Собираюсь начать. У тебя есть книга. Да где она, где? А ты где? Не знаю. Надо узнать, писатель. Иначе беда. Без твоей книги ничего не получится. Что должно получиться? Кто ты вообще такой? Мы встретимся, когда придет время. Какой в этом смысл? Зачем мне это? Затем, что без меня тебе не выбраться. Ты знаешь, как покинуть город? Я неожиданно выплыл в светлый коридор со множеством дверей. Все двери были закрыты, кроме одной. Она тебя бережет, донеслось из того помещения. Как мне покинуть город? Повторил я вопрос, повысив тон. Ответь! Где ты? В глубине. Я проснулся, а в памяти заевшей пластинкой все еще повторялось. В глубине. В глубине. В какой глубине? Че за бред? Протерев глаза, я потянулся и встал с кровати. Ставни были открыты, и солнечный свет заливал комнату. Но, как ни странно, после вчерашних малоприятных приключений, настроение сегодня у меня было просто великолепное. Я вспомнил разборку с теропогами, вспомнил, что теперь я их вожак, и даже посмеялся над этим сам с собой. Никаких угрызений совести или страхов не было и в помине. Райли в соседней комнате делал гимнастику. Я поздоровался и немного понаблюдал за ней, восхищаясь ее гибкостью. — Чего смотришь? — спросила она, легко сделав мостик и взглянув на меня вниз головой. — Извини, просто увлекся твоей пластикой. Ты как будто перчевая. — Тебе тоже не помешает размяться? — Да, возможно. В другой раз. Уж чего-чего, а зарядку я в последний раз делал, наверное, в первом классе. Чтобы не маячь у хозяйки перед глазами, вернулся обратно и начал возиться с приготовлением чая. Спустя какое-то время Райли, подергивая плечами и крутя головой, вышла ко мне. — Чайку? — спросил я. — Давай. — Тебе как обычно? Заварка, температура. — Ага. Мы уселись завтракать. — Хочу сегодня опять прогуляться по тому же маршруту. — поделился я своими планами. — Никаких прогулок, пока не наточишь свой нож. Тоном строгой мамаши ответила Райли. — А, да наточу, без проблем, конечно. — Ты еще вчера должен был это сделать, но я не стала тебя заставлять, приняв во внимание твою усталость после первого боевого опыта. — Ладно, ладно, сейчас перекусим, и я займусь этим. — Когда прогуляешься, мы с тобой сходим еще кое-куда. — Очередная вылазка? — Интересно. — Нужно набрать дополнительных ингредиентов для Айта Лука, да и просто для еды. — Надо, значит, надо. Когда мясо было съедено, а чай допит, я решился закинуть удочку по поводу Вадзорда. — Слушай, Райли, а что насчет того сумасшедшего апологета, про которого ты рассказывала? С ним встретиться вообще реально или как? — Зачем тебе? — Да просто, любопытно, апологеты, хранители тайных знаний. Сразу представляешь себе какое-то величие, мудрость. Я бы не отказался познакомиться с таким. — Вадзорд безумен. Даже я перестал его понимать. — Тогда познакомь меня с другим апологетом. — Это исключено. До завершения Инсуакилия я не имею права даже приближаться к району апологетики. Это табу. Строжайше запрещено. Наказание — нейтрализация. — Ну вот видишь, тогда хотя бы Квадзорду отведи. — Я все равно не понимаю, зачем он тебе? — Так ты отведешь? — Посмотрим. — Возможно. — Если успеем запасы добыть. — Так чего же мы ждем? — Отправимся за ними сейчас же? — Иди точить нож, торопыга. А у меня еще много дел. Разобраться с волосами. Смотри, какая копна свалялась. Потом наложить оздоровительную маску. Помедитировать. Поставить айталук на вымачивание. — Хорошо, Золушка. — Скажешь, когда выдвигаемся. Я поднялся из-за стола. — Ты вполне успеешь привести в порядок оружие и прогуляться. — Сказала она мне вдогонку. — Чистка оружия — самое нудное и изматывающее занятие, которое только можно придумать. Оно даже нуднее, чем медитация. Ты шоркаешь и шоркаешь набившее скомину лезвие. Такое длинное, как будто назло. Угораздило же меня выбрать именно мачете. О чем я только думал. И звук еще такой противный, скребущий по нервам. Когда начинает окончательно надоедать, рука теряет твердость и пытается соскальзывать на режущую кромку. Не прошло и пяти минут, а я уже посадил два пореза. Просто праздник какой-то. К счастью, я обнаружил в запасах райли древний лейкопластырь. После работы с камнем начинается работа с песком. Она не опасная, но еще более тупая и бессмысленная. Клинок елозит по песку, отматывая руку. Нет, мне никогда к этому не привыкнуть. И, наконец, энерген. Это, пожалуй, самая опасная процедура, когда пальцы скользят в непосредственной близости от лезвия. Сначала у меня вообще не получалось обрабатывать нож на весу, и я прижимал его плошня к столу. Затем немного приспособился. Но все равно до самого конца моих злоключений заточка оружия оставалась для меня тяжким испытанием. Очередная прогулка была уже не такой пугающей и тяжелой, как вчера. Но все же не без напряженки. Я еще не до конца был уверен, что терапоги больше меня не тронут. Особенно меня волновал избитый мною бета. Этот гад непременно отомстит. Но я ошибался. Как выяснилось, бывший бета злобу на меня не таил. Более того, стал моим закадычным другом. Разумеется, я утрирую, какая тут может быть дружба. Но то, что с той поры он начал проявлять явные признаки дружелюбия, это факт. Как я понял, после моей воспитательной работы собратья его не изложили, сделав едва ли не изгоем. После чего, чтобы хоть как-то удержаться в коллективе и избежать участия бывшего вужака, Бете пришлось сжаться ко мне, ища покровительства. Но это уже отдельная история. Сейчас я шел в сторону ресторана «Эсмеральда», поигрывая наточенным мачете и зорко поглядывая по сторонам. Вчерашнее убийство сделало меня злее и циничнее. Я все так же чувствовал страх, но теперь уже явно презирал его. Внутри словно вибрировала сжатая пружина, готовая в любую минуту разжаться. Свернув на повороте, я сходу направился в заветную арку. Идти туда не хотелось, но чувствовал надо. Подошел к подъезду. Вокруг никого. Только засохшая кровь возле лавочки и размазанный след, тянущийся к подъезду. «Эй, твари!» — зычно горкнул я. «Че прячемся? А ну, вылезли!» В подъезде послышалась возня. Зашевелились силуэты. Затем из вонючего дверного проема показались приземистые фигуры терапогов. Первым шел наместник. Сгибаясь в полнейшем почтении, он подошел ко мне и протянул руку. Я было подумал, что он опять собирается меня кормить какой-то гадостью, но ладонь была пустой. Это было рукопожатие. В их разрушенных мозгах остались осколки мужского этикета. Выдержав паузу, я пожал ему руку, стиснув ее со всей силы. У бедняги и два глаза из орбит не вылезли, но он вытерпел. Вслед за ним потянулись кривые лапы остальных уродцев. Брезгливо пожал каждую. Какие же они мерзкие! Эти существа, видимо, лишились человеческого облика еще до катастрофы. Теперь же стали совсем примитивными и жалкими. Для общения они использовали примерно 10 звуков, являющихся либо бывшими жаргонизмами, либо междометиями. Некоторые сохранились в неизменном виде, например, куда и айда. От некоторых остались только фрагменты. Остальные же распознать можно было только по интонации. Естественно, на таком убогом языке много не пообщаешься. Тарапогом его хватало за глаза, а вот я в его узкие рамки уже не вписывался. Но это ограничение слегка компенсировалось жестикуляцией, на которой мы в основном разговаривали, как глухонемые. Но это ограничение слегкой компенсировалось жестикуляцией, при помощи которой мы в основном разговаривали, как глухонемые. «У-у-у!» – распалялся мой заместитель. «Ау-ау! А-ха-ха! Ит-ы-ат!» При этом он успел постоять на четвереньках, поклацать зубами и изобразить собачье дыхание, после чего указал куда-то в сторону угла соседнего здания. «Собаки?» – сделав серьезную мину, кивал я. «Гиена собаки. Приходили?» «Приходили ночью. Сколько их было?» С цифрами приходилось сложнее. У этих идиотов не хватало ума даже показать количество на пальцах, и наместник показывал число всего одним пальцем, демонстрируя его несколько раз подряд. Из этого было трудно понять, сколько же на самом деле гиена собак приходило во двор сегодня ночью – три, четыре или пять. Но главным был результат – их спугнули, и они ушли. Сдержанно похвалив свою новую банду, я сказал им еще пару каких-то бессмысленных, но строгих фраз, после чего покинул двор, уходя в полоборота, пока мои грязные дружки не втянулись обратно в свой прорванявший подъезд. Общение с ними было мало приятным, но после него настроение у меня поднялось еще выше – я авторитетен в этом городе, пусть даже для этой нечисти, но я уже чего-то добился. Не плыву по течению, зависимый от судьбы, а иду своим путем. Впереди далеко-далеко, возле противоположного перекрестка, показалась маленькая фигурка какого-то зверька, и это заставило меня оборвать свои мысли и замереть. Он тоже замер. Расстояние между нами было колоссальное, но откуда мне было знать, на что способно это новое существо? Минуты полторы я простоял столбом, пытаясь его разглядеть. Оно тоже смотрело на меня. Из-за дистанции трудно было даже понять, живое ли это существо или просто кучка какого-то мусора. Но стоило мне шевельнуться, как зверушка молнией бросилась на утек, скрывшись за поворотом. Шут с ней. Не напало, и слава богу. Я повернул к дому. — Тарапоги видели небольшую группу гиена-собак этой ночи, — рассказал я Райли. — Они их прогнали. — Хорошо, — кивнула-то. Я думал, она меня похвалит, что я теперь один могу спокойно общаться с местными и даже получать от них какую-то полезную информацию, но ей было абсолютно безразлично. Как будто бы так и должно быть. Это было немного обидно. — Ты готов идти за припасами? — спросила она чуть погодя. — Всегда готов. Тогда бери рюкзак. Путь пролегал по уже знакомому маршруту до сгоревшего дома. Затем мы свернули налево к электростанции. И мое спокойствие завершилось. — Что, опять туда? Опять ползать? — Ты сам хотел встретиться с Вадзордом, — раздраженно ответил Райли. — Чего же возмущаешься? — Я думал, что мы припасы наберем сначала. — Там и наберем. Можно было, конечно, до парка пройти или в сторону теплицы, но если тебе нужен Вадзорд, то нам сюда. — Ладно. Надеюсь, что не получится, как в прошлый раз. Дойдя до угла кирпичного забора, Райли прислонилась к нему и достала бинокль. — Подожди. Сначала нужно кое в чем убедиться. Мы постояли минут десять, после чего она сообщила. — Порядок. Может быть, даже ползти не придется. По крайней мере, туда. — Почему? — На, посмотри. — Райли протянул бинокль. Я поднес его к глазам. Навел резкость. — Вот седые обломки электроподстанции. Кусты рядом с ними. Ничего нового. — Что-то я ничего не наблюдаю. — Правей, смотри. На поле. Я немного изменил угол обзора. Далее за подстанцией простиралось небольшое поле, заросшее высокими травами. Пошарив по нему биноклем, я вскоре заметил несколько движущихся бычкообразных объектов. Из травы торчали только спины этих существ. — Ага. Вижу животных. Они там пасутся, что ли? — Да. — А разве мясник? — Сообщи, как только он появится. — Понял. Я нацелился на блок подстанции, в котором прятался монстр. Никакого движения. Словно его там и не было. Видимо, подпускал добычу поближе. Время шло, а он все не появлялся. Но вот один из спасущихся мутантов отделился от стада и оказался ближе всех к укрытию гиганта. Сначала показалось, что от подстанции отделилась стена, заслонившая все изображение. Но я тут же понял, в чем дело. Появился. За мной. Побежали. И мы бросились вниз по склону. Еще издарья я заметил, как огромная туша великана в полном молчании движется на свою добычу. Он не издавал ни единого звука, выдавая себя лишь топотом, словно где-то вдали лупили по земле внушительным молотом. Было заметно, что мясник явно припадает на правую ногу. Оказалось, что она у него повреждена. Вследствие чего я прозвал его Хромым. Все же он был неповоротлив и слишком медлителен. Каким образом он собирался догонять свою добычу, уже бросившуюся от него со всех ног? Наглядный ответ на этот вопрос последовал незамедлительно. Мясник вдруг вскинул свои длинные руки с растопыренными пальцами, и я увидел, как между ними замелькал электрический разряд. Затем чудовище наклонилось, уперев на электризованные лапы в землю, и ближайшее к нему существо, неестественно подпрыгнув, кувыркнулось в траве, после чего свалилось замертво. От его тела начал подниматься легкий дымок. Прежде чем мы добежали до кустов, я успел увидеть, как монстр подхватил свою добычу и, подняв ее над головой, с ужасным поклокочущим ревом разорвал на две части, обдав себя кровавым душем. Не останавливаясь, мы промчались мимо его логова, добежали до леса и завершили кросс лишь около родника. Подойдя к воде, я с облегчением напился. Райли дожидалась около тропы. «Он бьет электричеством, ты видела? Очуметь!» Восхищался я. «Ну да, они так умеют. Накапливают в себе электричество благодаря специальным гальваническим железам, а потом производят направленный разряд. Результат видел сам». «Блин, он же так может и нас коротнуть, когда мы за водой ползем». «Может, когда заряжен. Но разрядившись, он восстанавливает напряжение очень долго, несколько дней. Поэтому, когда мясник поохотился, он сыт, спокоен и не бьет током. Очень на это надеюсь. Ну что ж, идем дальше». Все дальше и дальше мы углублялись в дебри влажного болотистого леса, некогда бывшего обычными лесопосадками, огораживающими городскую черту. В отличие от посадок, в которых я прятался после побега из смородинки, этот лес казался уже настоящей густой пущей. Райли строго-настрого запретила сходить с тропинки, потому что вокруг много мокриц. Я думал, она имеет в виду очередных хищных членистоногих, но, как оказалось, мокрица – это название странной аномалии, благодаря которой растительность здесь так дико буйствовала. Идти по лесу было жутковато. Кроны деревьев, образуя сплошной полок, закрывали небо, сохраняя внутри парника постоянный сумрак, местами изрезанный косыми лучами пробивающегося солнца. Было немного душно. Тишина нарушалась только шелестом листвы, журчанием ручья и шорохом лесной подстилки под нашими ногами. Полное отсутствие птичьих голосов вызывало отторопь, лишь откуда-то едва различимо доносился далекий непрекращающийся стрекот. Как в отзор да занесло в эту глухомань? Я же говорил, и что он сумасшедший. Мы миновали полянку, сплошь отыканную ровными вытянутыми пирамидками зеленого цвета. Что это было за место, Райли не объяснила. Но то, что подходить к пирамидкам опасно, я догадался сам. Тропинка вильнула влево и стала еще уже. Проводница вынула кукри, но лишь для того, чтобы рубить паутину, развешанную на пути. Кружева рвались, как гусельные струны, с характерным треньканьем. — Здесь я ловлю оловянных пауков, — пояснила девушка. — А больших пауков здесь нет? — Есть, но очень мало. Я на всякий случай приготовил мачете. Душать становилось все труднее из-за испарений, поднимающихся с соседнего болота. Я время от времени останавливался возле ручья, по извильстому берегу которого мы шли, и плескал водой себе на лицо. Ручеек, словно играя, постоянно петлял, то прячась под камни, то удаляясь от тропинки, то вновь к ней прижимаясь, то пересекая ее. Райли попросил и меня не повышать голос и не делать резких движений, потому что мы приближаемся к жилищу Вадзорда, вокруг которого обычно собирается различная живность. Среди подкармливаемых им зверей могут встречаться опасные хищники. Дорога перегородил какой-то металлический щит на двух опорах, завешанный диким плющом, словно занавеской. Пригнувшись, проводница аккуратно раздвинула стебли и нырнула между ними. А я замешкался. Щит показался мне знакомым. Срезав с него плющ, увидел буквы, с трудом различимые на фоне вздувшейся голубой краски. Дачный кооператив или КТА. Ниже была трафаретная надпись маленькими буквами. Расписание собраний кооператива. Ты идешь? Высунулся из-под щита Райли. Иду, иду. Пригнув голову, я миновал преграду и поспешил за ней. Здесь действительно когда-то был дачный поселок, но он так зарос лесом, что стал напоминать заброшенные развалины храмы в индийских джунглях. В большей части домов сохранились только фундаменты. Там, где раньше находилась дорога, теперь громоздился сплошной бурелом. Деревья прорастали через окна заброшенных дач, через дыры в кровле. Машины дачников обросли кустарникам так, что их с трудом можно было опознать. Лес поглотил все. Странная нетипичная растительность. Вроде бы обычные деревья, кусты и трава, но если присмотреться к ним, то понимаешь, что они чужие, не принадлежащие нашему привычному миру. Эта флора словно занесена на землю с какой-то другой планеты. Возле трансформаторной будки мы остановились. Осторожно, предупредил Райли. Долитерий. Не понял. Вскоре мне стало понятно, о ком она. Я заметил, как одно из окрестных деревьев медленно перепрыгнуло с места на место. За ним еще одно. У этих прыгучих деревьев были тонкие стволы без веток, изломанные в нескольких местах, а кора сплошь утыкана острейшими шипами. Но это были отнюдь не деревья. Когда я поднял голову, то увидел массивные продолговатые тела, неторопливо передвигающиеся среди древесных крон. Каждое такое тело покоилось на четырех тонких длиннющих ногах, с парой сочленений каждая. Словно, огромный штатив Долитерий перемещался среди зарослей, аккуратно опуская ноги ходули между поваленных деревьев и кирпичных обломков. Один из монстров, остановившись над остатками дачного фундамента, в погребе которого скопилась вода из ручья, выпустил длинный узкий хобот, точно бабочка, размотав его, как пожарный рукав. Погрузив этот шланг в воду, он начал всасывать ее в себя. Не приближайся к его ногам, шипы ядовиты. Предостерегла Райли. Мы обошли двух долговязых зверюк сторонкой и оказались на полянке, заросшей лопухами, высотой в два человеческих роста. Лопухи просвечивали, и можно было разглядеть тени тварей, ползающих по ним сверху. Когда движешься под широким мясистым листом, по которому ползет какая-то гнусь длиной в руку и шестью лапами, то ощущение, доложу я вам, не самое приятное. Чувствуешь себя букашкой. Затем вспугнули каких-то птиц, похожих на мелких общипанных страусов. Низко пригибая головы на длинных шеях, они бросились от нас в рассыпную, ловко огибая толстые стебли лопухов. Рарри подошла к одному из самых толстых стеблей, вырезала из него кусок сырой молочно-белой сердцевины и протянула мне. — Это можно есть? — спросил я. — Можно. Попробуй. Удерживая вырезку за кожуру, словно дольку дыни, я откусил белую мякоть. Сочно, сладковато, необычно. Похоже на смесь сырого картофеля и земляной груши. Вкус не бог весть какой изысканный, но и не гадкий. Обычная закуска. Доел всю мякоть, обголодал кожуру и выбросил. — Неплохо. — А теперь открой рот и покажи язык. — Зачем? — Давай, давай. — Ну, а-а-а-а! — я вывалил язык. Райли так и покатилась от смеха. — Что ты смеешься? Опять какие-то шутки, да? Что с моим языком? Высунув язык, я как мог, скосил глаза и обнаружил, что он весь черный, словно покрытый сажей. — Твою же мать! Что это такое? — У тебя весь рот черный! — хохотала Райли. — Это так смешно? — Обхохочешься. — И что мне теперь делать? — Ничего не делать. Будешь теперь всегда черноротой. Я буду звать тебя Черный Язык. Ха-ха-ха. Шучу. Не смотри на меня так. От этого мне еще смешнее становится. Все нормально будет своим ртом. Не переживай. Шутки у тебя просто огонь. — Это называется черный юмор. Ха-ха-ха. Черный, понимаешь? Блин, хорош уже. Не обижайся. Тону тебя. Как я теперь предстану перед Вадзордом с такой пастью? Все хорошо. Он сам эти лопухи обожает. Вообще, конечно же, странно. Мякоть у лопуха была абсолютно белая, но рот после нее стал черным. Почему? Не знаю. Какой-то химический процесс. Это не вредит здоровью. Так что все в порядке. Впереди показался просвет выхода из лопушиной рощи. Наконец-то прямые солнечные лучи и открытое небо над головой. Мы оказались на берегу небольшого озера, окруженного лесом со всех сторон. Иллистые берега были сплошь и стыканы следами неведомых животных. Звери приходили сюда на водопой, пили, не обращая на нас внимания, и уходили обратно в чащу. Процесс был непрерывный и очень организованный. Никто ни на кого не нападал, не толкался и не шумел. Существа разных видов, соблюдая ведомый только ими уговор, в полнейшей тишине сменяли друг друга возле пятачка живительной влаги. Мы прошли мимо группы деотериев, похожих на тех, что пытались напасть на меня в подвале. Все четверо стояли к нам спиной и спокойно утоляли жажду. Никто даже не обернулся. Потом были кургузы и существа, которых я видел на поле, возле логового мясника. Они тоже абсолютно ничего не опасались. Те, кому не хватало места у водопоя, стояли в сторонке и дожидались, когда кто-то из их сородичей напьется, чтобы занять его место. Чуть глубже по колено в воде стояли голые птицы с огромными зубастыми клювами. Они долго набирали воду, после чего запрокидывали голову и трясли ею, проталкивая жидкость через извилистое горло. «Почему они друг на друга не нападают?» – спросил я. «Здесь нельзя. Запрещено». «Кем?» Ответа я не получил, но сам догадался, что все дело в Вадзорде. Мы подошли к его владениям. «Будь внимательней, милый. Мокриться и чертополохи на каждом шагу». Озиралась Райли. «Ходи по протоптанному. Животные умеют обходить ловушки». «Долго еще идти?» «Почти пришли. Вон, видишь те растения? Они-то нам и нужны». Там, куда указывала Райли, я увидел частокол высоких растений, похожих на гигантские хвощи. Но, как оказалось, нам нужны были не они, а какие-то мелкие кустики, растущие возле их подножий. Из этих самых кустиков, покрытых цветами, напоминающими кровавые пузырьки, торчали ярко-зеленые молодые побеги, завивающиеся штопором, как декоративный бамбук. «Вот их-то как раз мы и начали собирать. Срезай аккуратно, вот посюда», — учила спутница. «Не ниже, иначе испортишь». Я начал резать побеги, косясь на бродящих у меня за спиной рогатых тварей, выглядящих, как неудачный гибрид варана и жука-оленя. «Слишком мало срезаешь», — возмутилась Райли. «Бери больше». «То слишком много, то слишком мало. Тебе не угодить». «Я показала тебе, поскольку надо срезать. Видишь эти пупырышки? Вот по ним и режь. Смотри, как я режу». «Ты тоже так режь». «Ладно, ладно». Набрав этих завитушек полрюкзака, мы перешли к другой добыче. Странным фиолетовым плодам треугольной тетраэдрической формы. Со стороны они смотрелись, как старые советские пакетики из-под молока, развешанные на деревьях. Листва у которых смахивала на мелко порезанный серпантин, свисающий до земли. «Вот, главная ценность», — ткнула в них Райли. «Откусывать не советую. Без термической обработки можно хорошо травануться». Что же ценного в этой отраве? В правильном соотношении с айтолуком открывают дополнительные возможности. Кстати, вот, взгляни-ка сюда. Я подошел к ней и увидел под листьями, густо покрытыми росой, нечто светлое, студенистое, похожее на аморфный воздушный шарик, наполненный жидкостью. Что это? 7.22. Влетел в мокрицу. Удивляюсь, как его угораздило. Семерки снабжены повышенной чувствительностью к аномалиям, но, как видишь, с каждым может случиться. Так это... Теперь я начал различать в этом шарике черты человеческого тела, сильно раздувшегося и обезличенного, но все еще сохранившего определенные контуры. Тело просвечивало насквозь, и было видно, что внутри него нет ни костей, ни внутренностей. Лишь жидкость, в которой, как в аквариуме, плавают какие-то мелкие головастики. А кто там внутри него шевелится? Личинки-сирмазуха, уже, наверное, десятое поколение. Как они выживают? Там же аномалия. Не знаю. Наверное, мокрицы не действуют на амфибий. Или на их личинки. Не вздумай туда лезть. Вот еще. Вторую половину рюкзака мы довольно быстро заполнили фиолетовыми тетраэдерами, которые вскоре после того, как были сорваны, стали мягкими и потеряли свою форму, сделавшись похожими на огромный чернослив. Райли сказала, что нам осталось собрать еще два элемента, и они оба животного происхождения, поэтому собирать их будем уже после того, как встретимся с Вадзордом, так как он может рассердиться, если увидит, что мы их собирали. Он очень ревностно относится к подобным вещам. Тропинка, ведущая к жилищу лесника Вадзорда, удалялась от озерца и выходила к расчищенной территории, посреди которой стояла старая, но хорошо сохранившаяся беседка. Сквозь нее виднелся уцелевший домик, притулившийся между высокими и очень странными растениями, похожими на огромные полосатые жезлы гаишников черно-желтого цвета. Калитка оказалась не закрыта. Двери у нее не было вообще, и мы спокойно прошли на территорию усадьбы. «Если что, не говори Вадзорду про то, как я убивала неоконисов», — предупредил Райли, — это его расстроит. «Договорились», — кинул я. Неподалеку от крыльца лежал удивительный монстр, телом напоминающий огромного кота-сфинкса, только голова совсем не кошачья, а скорее крокодильи, и от затылка до крестца тянется узкий сегментированный панцирь, состоящий из пластин, полностью закрывающих спину, как у броненосца. Края панциря обрамлены толстыми и длинными щетинками, но, что самое характерное, по бокам черепа у твари растут два подобия суставчатых педипальп с шипами на концах. Приведена с это двухметровое чудище приподнялось на передних лапах и, утробно зарычав, свело свои педипальпы. Между ними хлопнул электрический разряд. Я вздрогнул и притормозил. «Не бойся, он просто предупреждает, чтобы к нему не подходили», — сказала Райли. «Кто это?» «Мушенбрук». «Тоже бьет электричеством?» «Да, но нас не тронет». Когда мы прошли мимо монстра, он немного повилял хвостом, что отнюдь не являлось жестом дружелюбия. Хвост имел погремушку, как у гремучей змеи, поэтому звук, который он издавал, не говорил ни о чем хорошем. Однако на этой демонстрации все и закончилось. Мушенбрук действительно не напал на нас. Подойдя к двери, Райли постучалась. «Аюшки!» — донеслось из помещения. «В отзор Тлуриби. Это Z345737, субкод 2. Можно мне войти?» «О, природа! Входи! Конечно же, входи!» Мы вошли в просторную горницу, завешанную гирляндами трав и заполненную различными бутылями с подозрительным содержимым. В дальнем углу дремал огромный неоконис. Если честно, то я ожидал встретить какого-то заросшего мхом старца, ну или, на крайний случай, кого-то вроде Далай-ламы. Но хозяин, вышедший к нам навстречу, не имел ничего общего с моими ожиданиями. Это был низкорослый мужичок в треснутых очках, абсолютно лысый, зато с пышной бородищей. Его кожа была сильно испорчена какой-то мутацией, а руки напоминали птичьи лапки с загнутыми ногтями, похожими на когти. Но вот глаза сохранили человеческий блеск и были наполнены разумом. После мертвого глаз Тарапога встретить существо с такими умными и одухотворенными глазами было очень приятно. Они скрадывали общую деградацию облика, и я уже не обращал внимания на его лицо, искалеченное неведомое аномалии, и на его сильно изношенную одежду, похожую на лохмоте бомжа. Наконец-то передо мной был еще один субъект, наделенный разумом. — Приветствую вас, — в отзор Тлуриби, — поклонилась хозяину моя спутница. — Райли, — обнял ее тот, — девочка моя, как я рад тебя видеть. — Я вижу, что у тебя появилось имя. — Да, я знаю, что это неправильно. — Откуда тебе знать, что правильно, а что нет? — Не пренебрегай всякой данностью. В этом и заключается Суфир Акиль, помнишь? — Я рад, что у тебя теперь есть имя. Ты его заслужила, подумать только. — Я помню вас, когда вы только инициировались, всех троих. Апологет Эвелон сильно сомневался в успехе внедрения второго субкода. Но я был уверен в вас до конца, и оговорил ему, что это будет прорыв в нашей истории. Модель уникальна, а образец 37 особенно перспективен. Из всех семерок ты была самая необычная. Многие в тебе сомневались и даже хотели забраковать, но я настоял на твоем участии в проекте и не ошибся. Горжусь своей красавицей 737-2. Ты еще всем покажешь, на что способна. Ну же, рассказывай, как твои дела? Как эпидермис? — В норме. Меня больше беспокоят волосы, они выпадают. — Вот горе. А ты пробовал чередовать экстракт аурелики с легидовым маслом? — Конечно. Сначала помогало, но потом волосы опять стали вычесываться. Что мне делать, Луриби? — Я дам тебе одну сыворотку. Укрепляет корни волос. Проверял на своей любимой бороде. Попробуй. Надеюсь, поможет. — Спасибо. Но я, собственно, зашла не ради этого. Вот, познакомьтесь с моим спутником. Он очень хотел с вами встретиться. — Да. — Вижу, вижу. Из-под очков взглянул на меня Вадзорт. Наконец-то он обратил на меня внимание. До этого меня будто бы и не существовало вовсе. Ну-ка, ну-ка. Мне не терпится познакомиться с молодым человеком. — Это писатель, — представил меня Райли. — Он из внешнего мира. Забрался в мою сторожку, пришлось приютить. — Я много о вас наслышан, уважаемый Апологет Вадзорт. Я протянул руку. Для меня честь познакомиться с вами. Старичок какое-то время смотрел на меня с хитрой прищуркой. И я уже думал, что на рукопожатие он не ответит. Но вот его птичья лапка ухватила мою кисть. — Взаимно, мой дорогой. — Только не зови меня Апологетом. Я тебя умоляю. Райли тебе не говорил, что я покинул Апологетику. Теперь я просто старик под номером Z340-118 и по прозванию Вадзорт. Я понимаю, что цифровая номенклатура для тебя чужда и бессмысленна, а Апологетическое имя нелепо и диковинно. Поэтому можешь звать меня Вадимом Дмитриевичем или профессором. — В отличие от большинства наших, я не чураюсь старого хозяина. — Так вы профессор? — Профессор биологии. Зордин Вадим Дмитриевич. Точнее, был им в бытность человека, но де-факто им и остался. Не смог из себя вытравить любовь к этой науке, к природе. Он отпустил мою руку. — Понятно. Еще один шизик. Но этот хотя бы не отрицает своего человеческого имени и профессии. Думаю, с ним будет проще, чем с моей боевой подругой Райли. — Ну что же, давайте пройдем в гостиную, — пригласил Бородач. — Я приготовлю угощение. Мы прошли вглубь дома. На оконе злобно зарычал. — Цыц! — громко, но по-доброму прикрикнул на него в отзор. Рычалка-мочалка. — Сидеть! Это друзья! — Это тридцать седьмая семерочка моя милая пришла. Не узнал? Дурилка ты. Цуцик. — Не укусит? — Нет. У него зубов-то половины не осталось. Старичок, как и я. Потому-то и живет у меня. Не бойтесь его. — Так, вы проходите в гостиную, а я на кухню. — Я помогу вам, Луриби, — вызвалась была Райли. — Нет-нет, девочка, я сам. Не оставляю уважаемого писателя скучать в одиночестве. С этими словами в отзор удалился на кухню. Мы сели за стол. — Мясо не жди. В отзор-то вегетарианец, — мрачно предупредил Райли. — Раньше хотя бы амфибий ел. И рыбу. А теперь вообще на траву перешел. Совсем с ума съехал. — По-моему, он не такой уж и псих. — Погоди, сейчас поймешь, почему его считают психом. — Откуда он узнал твое имя? Ты же придумала его совсем недавно. — Милый, мы умеем считывать информацию невербальным, просто взглянув друг в друга в глаза. Эта хитрость позволяет нам мгновенно узнавать друг от друга последние статусные изменения, чтобы общаться уже на новом уровне, не отвлекаясь на выяснение новых личностных позиций. Это называется психосинхронизацией. Очень удобная вещь. Заметно экономит время. — Научишь меня этому? — Не думаю. — А вот и я. Вадзорт притащил блюдо какого-то салата, отдаленно похожего на цезарь. Сейчас еще кое-что принесу. — Ну-ну. Райли выхватила листик и стала задумчиво жевать. — Бери, писатель, не стесняйся. Этой травы у него навалом. В итоге Вадзорт притащил пять блюд. Остальные были с грибами, вареным картофелем, или чем-то очень похожим на него, рубленными сердцевинами лопуха и ягодами, похожими на сапфиры. Ягоды мне очень понравились. Они были как конфеты, только губы после них окрашивались в синий цвет. Помимо перечисленного присутствовала совсем некрепкая настойка, по вкусу напоминающая чифирь в трехлитровой банке, где плавали какие-то неаппетитные лохмотья, как разбухшая чага. — А это я уже пробовал, — указал я на лопух и демонстративно высунул кончик языка. — Ага, — засмеялся Вадзорт. — Рот словно печная труба, зато полезно. Правда, Райли? — Угу, — зевнула та. — Очень. — Что ж, друзья мои, я в вашем распоряжении. — По твоим глазам, молодой человек, вижу, что вопросов у тебя немало. Давно я не видел настоящих людей. Очень-очень любопытное зрелище. Интересный экземпляр. Но не будем отвлекаться. — Вадим Дмитриевич, я еще очень мало знаю об этом мире, поэтому, — начал я, — ты не эколог? — Нет. — Очень жаль. Мне было бы интересно пообщаться с экологами из внешнего мира. — Со мной в группе был эколог, но он, к сожалению, погиб. — Прискорбно. — Ну да ничего не попишешь. — И что же ты хотел узнать, мой дорогой? Я покосился на Райли. Там молча жевала салат. — Как покинуть этот город? — Хм. В отзор погладил бороду. — А зачем ты приезжал, мил человек? — Это была большая ошибка с моей стороны. Я ехал за вдохновением, но попал в передрягу, и теперь не знаю, что мне делать. — За вдохновением? Ты его получил? — Возможно, наверное. — Впечатлениями уж точно сыт по горло. — Но какой от них толк, если я не могу вернуться домой? — Так всегда получается, когда движешься, получу, а не по отрезку. — Геометрию в школе учил? — Учил. — Тогда должен понимать, что конец нового пути нужно знать в его начале. — Теперь уже сложно что-то советовать, но могу сказать с уверенностью, что отчаиваться не следует. — Если вы не можете мне помочь, тогда кто сможет? — Не знаю. Из города никого не выпускают, обойти защитный периметр вряд ли удастся. Там повсюду автоматические пушки и беспилотные летательные аппараты стреляют во все, что движется. — Это я уже знаю. Может, стоит попробовать выйти к ним официально? — Как мне связаться с начальником охраны периметра? — Никак. Связи нет. Но Райли же упоминала, что апологеты как-то общаются с сумеречниками. Раньше такой контакт действительно был, сугубо деловой, доступный исключительно верховным апологетам, таким как вы. Я лично с ними не общался, только через посредников. Но даже те, кто общались, не имели права диктовать им свои условия. Видишь ли, молодой человек, мы подчиняемся сумеречникам и обязаны следовать любым указаниям, исходящим от них. Раньше они нас контролировали, но потом вдруг перестали взаимодействовать с апологетикой и ушли в глухую оборону. Теперь они убивают всех подряд, без разбора. — Кто они такие, эти сумеречники? — Те, что стоят на периметре — гибриды, бывшие люди, принявшие сумеречную сущность. Они подчиняются Даркинам, истинным сумеречникам, тем, что не являются людьми вовсе. — Откуда они появились? — Они были всегда, просто вы о них не знали. — Для чего они нужны? — Для защиты и корректировки вашего мира. Они следят за ним, находят проблемы и устраняют их. — Как в этом городе? — Да. Наш город представляет угрозу для мира людей. Из-за этого его закрыли на карантин. Таким образом, вас оберегают от нас, а нас — от вас. — Я не верю. — Что значит «бывшие люди»? Что за бред? Все это похоже на какой-то театр абсурда. — Наш дорогой писатель считает, что его разыгрывают. Вот. Вадзорт посмотрел на Райли. Та молча развела руками. — Ты не показывала ему свою истинную сущность? — Надо мне больно энергию тратить. Не хочет верить его проблемам, — фыкнула девушка. — Так надо показать. Давай-ка устроим сеанс. — Нет-нет, Луриби, давайте без меня. После этих представлений я потом несколько часов восстанавливаюсь. — Не хочу. — Девочка, не упрямься. Если будем действовать вдвоем, то затрат будет меньше. — Ох, ладно, так и быть. Вадзорт, радостно потирая руки, умчался в соседнюю комнату. — Что вы собираетесь со мной делать? — насторожился я. — Ах, — поморщился Райли. — Пустяки. Покажем, кто мы такие на самом деле. — В смысле? Как? — Это не больно. Профессор притащил жестяную табакерку и, взяв нож, зачерпнул из нее какое-то вещество, похожее на клей. — Совсем немного. На самом кончике лезвия. — Вот, писатель. Проглоти это. — Что? Ножик, что ли? — Не будь идиотом. — Просто слежи эту каплю с лезвия, — нервничала соседка. — А что это? — Айталук. Я рассчитал порцию, действия хватит на пять минут, — кивал в отзор. — Ну, хорошо. Одними губами я снял с лезвия каплю незнакомой субстанции. Надеюсь, что выживу. — Осторожно, не порежься. Попав ко мне в рот, вещество словно исчезло. Я не ощутил никакого вкуса. — Молодец, теперь начнем. Профессор сел напротив нас и протянул руки, словно для спиритического сеанса. Рарри приняла его левую руку и дала мне правую. Я взял ее за руку и слегка помешков ухватил кисть в отзор. Тело пронзило, как электричество, словно в позвоночник воткнули металлический стержень от затылка до копчика. В глазах все помутнело, и только мягкий голос лесника звучал в ушах сквозь череду помех. — Расслабься, писатель. Расслабься. Впусти нас. — Расслабься. Я больше не мог терпеть это и сдался. Шум тут же прекратился, голова опустела, мышцы обмякли. Раскрыл глаза и увидел сквозь пелену два ярких свечения. Чем больше зрение возвращалось ко мне, тем отчетливее я видел их очертания. Господи, это было за гранью разумного. Я не различал людей, я лицезрел лишь их контуры, нарисованные яркой и светящейся энергией. Мощные переливающиеся всеми цветами сгустки базировались в центре их голов, а уже от них по всему телу, словно сложная система проводов и агрегатов, распространялись энергетические лучи, переходящие в сложные сети, опутывающие невидимые внутренние органы. В районе сердец методично пульсировали светящиеся меха, сопровождая пульсацию цветовыми переливами. Каждый сосуд, словно оптоволоконный кабель, мелькал импульсами, проталкиваемые по нему крови. Но самыми потрясающими были глаза, ощупывающие меня лазерными лучами. Их взгляды были ощутимы, и я даже мог различить отголоски чувств, с которыми они меня разглядывали. А как же я? Опустив глаза на свое собственное тело, я увидел беспорядочно клокочущее буйство цветов, похожее на метеорологические снимки циклонов в температурном спектре. Энергия металась во мне, словно взболтанная жидкость в бутылке, никакой упорядоченности. И, что самое главное, от ног растекалась лужа, затопившая уже половину комнаты. Края этой лужи имели более холодный оттенок, а ближе к ступням вытекающая энергия выглядела ярче и светлее, как будто я таю, подобно снеговику. И остановить утечку было невозможно. Так вот о чем говорила Райли. Либо я тоже зашел с ума, либо это все чертова правда. Что мне дали съесть? Что за галлюциноген? Это айталук. Это опять он. Все основано на нем. Он убеждает меня в том, что происходящее вокруг реально. А может быть действительно показывает реальность. Ты видишь истинную природу вещей, писатель. Водзорт отпустил мою руку. Тут же со второй кисти соскользнула ладонь Райли. И я увидел, как энергия начала вытекать уже из моих рук и с каждого пальца. Вылетала толстыми яркими струйками и тут же опадала на пол. Теперь ты веришь, что мы не люди? Я не знаю. Это иллюзия какая-то, да? Недоумевал я. Бестолково, махнул рукой силуэт Райли. Он слепой. Он прозреет. Не торопи его. Людям не дозволено это знать. Они созданы такими, чтобы до последнего не верить и сомневаться. Спешка может пагубно отразиться на его психике. Материальные очертания моих собеседников постепенно проявлялись, словно снимки в фотомастерской. Еще немного и все станет как обычно. Подзорт не соврал. Видение длилось не дольше пяти минут. Допустим, все это правда, произнес я, когда все вернулось на круги своя. И вы представители иной расы. Допустим. Тогда зачем вы здесь? Для становления, для совершенствования, для обретения смысла существования. Откуда вы появились? Отсюда. Мы рождены на земле, в заведомо чуждой и враждебной среде. Для выживания нам выдали естественные биоскафандры, тела старых хозяев, которые были приспособлены к земной жизни. Увы, они примитивны и неудобны. Представь, что ты всю жизнь прожил в тяжеленном водолазном костюме на дне океана. Вот что мы испытываем, мой дорогой писатель. Мы не можем воспользоваться своими возможностями в полную мощность. Тела ограничивают нас, опуская до элементарного уровня. Но, однако же, все это испытание отнюдь не пустое мучение. Ведь более вынослив тот спортсмен, что бегает с тяжелым грузом на спине. После изнурительной тренировки, скинув тяжкое время, тело становится закаленным и непобедимым. В этом и заключается наш инсуаль – собрать воедино фундамент новой цивилизации. Кто вас создал? Те же, кто и вас. Высшие? Да. Вы видели их? Нет. Никто их не видел. Знания были заложены в нас изначально. Триста сороковые были призваны стать сосудами, хранящими слово высших. Но первые семена, брошенные в новую чистую почву, уже не должны будут ведать о них. Это главное правило устройства нашей общей вселенной. Юные пионеры, первопроходцы будут обживать свой новый мир. Без напутствий старой апологетики. Они сами станут апологетами своей жизни. Значит, это не просто город. Это испытательный полигон. И здесь испытывают новые виды разумной жизни? В отзор ты Райли задумчиво покивали в ответ. Я не верю. Вы просто меня дурачите. Несколько дней назад погибла большая часть моей группы. Все это вспоминается как во сне. Потом началась какая-то чехарда, заражение спорами грибов, нападение монстров. Кот какой-то привязался, гигантские стрекозы, мясники, тарапоги, аномалии, это безумие. Я лишился рассудка. Нормальная человеческая реакция, пожал плечами в отзорт. Знаешь, дорогой писатель, когда я вселялся в тело старого хозяина, он еще был жив. Немногим из нас так повезло. В основном поселялись в умерших хозяев, а так чтоб в живого. Сначала я считал его чем-то ужасным и даже завидовал тем, кто обживал мертвецов, ведь им не приходилось бороться с чужим, малопонятным и примитивным разумом. Мне было сложно, пока я не понял, что главная моя ошибка заключалась именно в этой борьбе. Я перестал бояться человека и стал изучать его. И он принял меня. Мы закончили мучить друг друга и стали создавать симбиоз. В результате я вытеснил его разум собой. Но он не противился этому, наоборот, ему было интересно выбраться за грань своего человеческого бытия, а я в благодарность бережно храню его индивидуальность и продолжаю вести его любимое дело. Он был биологом, а я стал биологом. Он мечтал о единстве с природой, а я осуществил его мечту. Теперь мы оба счастливы. Как вам удалось приручить местных тварей? Во-первых, это не твари, это живые существа. Во-вторых, я их не приручал. Просто изучил повадки и стал играть по их правилам. А они ответили мне признательностью. И приняли, как своего. Трудно в это поверить, но между всеми созданиями в этом мире существует некая взаимосвязь. Думаю, что все они были созданы одним сверхразумом. Там у озера я видел, как хищники и жертвы бок о бок утоляют жажду. Это ваших рук дело. Это энергия воды. Ты знаешь, что вода тоже обладает энергией? Нужно лишь немного ее изменить. И происходит великое чудо. Вода успокаивает, блокирует агрессию, заставляет подчиняться общему неписанному закону. Увы, этот баланс очень шаток. Стоит лишь кому-то сорваться, и все. Мир оборачивается кровавой бойней. Как правило, нарушителя тут же разрывают в клочья, каким бы крупным и сильным он ни был. При мне однажды растерзали огромного мясника. После таких стычек приходится тратить много энергии, чтобы все восстановить. Да уж, я успел столкнуться с яростью местной живности. Кто-то напал? Неоконисы. Но все обошлось. К счастью, Райли была рядом. Райли предупреждающе взыркнул на меня. Я вспомнил про ее слова и осекся. Неоконисы? Они хорошие, если их не беспокоить. Надеюсь, Райли не причинила им вреда. Нет-нет-нет, что вы. Она их просто отогнала. Так что все путем. Никаких жертв. Молодец, Райли. Я всегда знал, что ты у меня доброе сердечко. Ласково улыбнулся в отзор. Положив в рот горсть ягод, Райли отвернулась. Так что насчет моего возвращения? Я вернул тему на прежние рельсы. Если вы не знаете, как мне помочь, то может мне стоит поговорить с другими апологетами? Вряд ли кто-то будет тебе помогать. Апологетика переживает сложные времена. Раскол, потеря контроля. Проект под угрозой. Что за раскол? Между Акелантами и Суаритами я покинул апологетику во время начавшихся разногласий. И как раз вовремя. Сейчас там у них почти что война. Что они не поделили? Разница была заложена с самого начала и крылась в отношении к старым хозяевам. Одни, такие как я и Райли, уважали их тела и всячески заботились о них, сохраняя человеческий облик максимально неизменным. Другие считали эти тела ненавистным склепом и относились к ним с презрением. Мол, все равно это испытание временное и скоро от тел можно будет избавиться. Значит, можно без зазрения совести превращать их в живой тлен. Ну а потом, а потом один из верховных апологетов по имени Латуреэль усомнился в том, что знания, данные нам изначально, были заповеданы высшими. Его тело, за которым он не следил и не ухаживал, постепенно приходило в негодность, а конца пути по-прежнему не предвиделось. Латуреэль испугался, что не дождется завершения всеобщего исхода и начал взывать к высшим, но те не отвечали ему. Тогда он решил, что высший – это миф, и нужно искать покровительство у Сумерек. Так появилась новая религия – Суларитизм от имени Сулар. Сектанты поклоняются Даркену Хо. Сумеречнику? Да. Истинному Сумеречнику, дух которого, по преданию, до сих пор обитает где-то в городе. Я знаю о нем очень мало, но могу сказать точно, что он очень опасен и непредсказуем. Настолько опасен и непредсказуем, что был отвергнут даже собственными сородичами. Бытует мнение, что именно Даркен Хо устроил ту самую катастрофу, когда погибли наши старые хозяева. Сулариты верят в могущество своего нового бога и думают, что только он подарит им новую жизнь в новом счастливом мире. Акеланты – основоположники – недовольны этой сектой, потому что отколовшиеся от них Сулариты тормозят инсуаль, оттягивая счастливое обретение всеобщего суфира. Из-за этих мракобесов весь проект теперь под угрозой. Но лично мне это безразлично, я давно отошел от дел. Как же мне быть? Видишь ли, мой юный друг, в бытность апологета я занимался местной фауной, классифицировал виды, изучал повадки, придумывал названия. Написал и подробно изучил более тысячи видов и всю информацию передавал на периметр, через Небелара. Он, возможно, единственный из нас, кто контактировал с сумеречниками непосредственно. Но сейчас связи с периметром нет, это точно. Тем не менее, я думаю, что ты должен поговорить с Небеларом. Хоть контакта с охраной города он сейчас не имеет, но явно знает о сумеречниках больше меня. Сходи к нему, это все, что я могу посоветовать. Вы меня к нему отведете? Нет, конечно. Путь в апологетику мне заказан, да и не могу я бросить свое хозяйство. Думаешь, почему я такой неопрятный? Раньше было много времени, чтобы следить за собой, а теперь столько дел, столько дел. Опыты, новые эксперименты, наблюдения. Некогда о себе подумать, не то что до района апологетики прогуляться. Райли тебя отведет. Райли поперхнулась настойкой. Чего? Она прокашилась. Вы хоть понимаете, меня же там... Нет, нет, нет. Видимо, вы просто забыли, что ждет изгнанника, вернувшегося без суферакиля. Все я прекрасно понимаю, девочка, блаженно улыбался в отзор. И знаю правила допуска изгнанников. Ты придешь не с пустыми руками, ты придешь с ним. Он указал на меня. Отлично. Без суферакиля, зато с глупым человеком. Меня нейтрализуют на месте. Возмутилась Райли. А ты знаешь, каков твой суферакиль? Да! Точнее, не совсем. Но уж не такой, это точно. Так знаешь или нет? Нет, Луриби, не знаю. Она опустила голову. Вот то ты оно. Не знаешь, а говоришь. Откуда тебе известно, что этот молодой человек не твой суферакиль? Судьба послала его тебе самым необычным образом. Не знак ли это? Что ты обрела вместе с ним? Расскажи. Он привел Элгера. Замечательно. Элгеры делают дом счастливым. Даже у меня нет Элгера. А у тебя он есть, благодаря писателю. Что еще? Он нашел Айталук. Много. Большие запасы. Прекрасно. Ты обеспечена Айталуком. И опять благодаря человеку. Но и это не все. Есть что-то главное. Самое важное. Он дал мне имя. Вот. Ты вплотную приблизилась к истине. Вместе с именем. Что? Что он тебе подарил? Он подарил мне нож. Нет. Это пустяк. Я о том, что важнее Элгера и Айталука. О том, что не хватало тебе с самого рождения. Я не знаю, о чем вы. О цели, девочка моя. Не ее ли ты искала? Не она ли твой Суфиракиль? Подумай. Возможно. Но цель эту я до сих пор не нашла. Так, может быть, она и заключается как раз в том, чтобы отвести писателя к Небелару. Может быть, твое изгнание подходит к концу. Поверь мне, Райли. Многие думают, что Суфиракиль – это нечто сложное, глубокое. Но обычно это какая-то простая истина, которая маячит перед носом, но ее не замечают. Отмахиваются. Подумай, девочка. Твой старый Луриби никогда не посоветует тебе дурного. Подумай. Я подумаю. Насупилась Райли. Обещаю. Хорошо. Теперь, что касается тебя, писатель. Ты хочешь выбраться из ловушки, и это понятно, но не торопись. Пусть тебе здесь не нравится. Наберись терпения и учись жить по здешним законам и правилам. Не пытайся переделать их под себя, но ищи свой путь и свою нишу, в которой тебе не будет равных. Дам тебе добрый совет. Я знаю, что в дверцу твоей души кто-то стучится, и тебе придется с ним встретиться лицом к лицу. Но ни в коем случае не впускай его в свою душу, а выйди к нему навстречу. Понял? Нет. Покачал головой я. Поймешь в скором времени. Просто не забывай мои слова. Еще один вопрос, профессор. Я как в школе поднял руку. Слушаю. Что за таблетку мне дали? Таблетку сумеречников. После нее я словно побывал в ином измерении. Прошел сквозь нападающих на меня зверей, потом вылез через узкую дверную щель. Все вокруг было необычное, фиолетовое. И шум. Шум такой. Ты был в сумерках? Ммм. Теперь понятно, почему ты выжил. Но непонятно, почему тебе дали таблетку. У Нибилара были такие таблетки для расслоения и погружения в сумерки? Иллюзиум, кажется. Препарат для сумеречных гибридах. Его дают только избранным. Тем, на кого возложена серьезная, очень серьезная задача. Иллюзиум открывает глаза и позволяет видеть то, что сокрыто за гранью реальности. Но я слышал, что эти таблетки лишь позволяют нам на время избавиться от человеческого тела и немного побыть свободными. Сам не пробовал, но Нибилар рассказывал принцип их действия. Говоришь, что прошел через зверей? Ничего не путаешь. Именно, прошел сквозь них. Деотерии, кажется. Зажали меня в углу. Думал, сожрут. Любопытно. То, что ты обошел их через сумеречную реальность, это факт. Но при этом твое материальное тело должно было остаться в периферии на растерзании Деотерии. Как ты смог протащить его через сумерки? Это же невозможно. Я сама обследовал тот подвал, подтвердила Райли. Никаких останков. Деотерии там действительно были. Видимо, ждали его несколько часов, не понимая, куда он вдруг исчез. Я ошибочно приняла их запах за неоконисов. Писатель действительно обошел их. Если бы его материальное тело погибло, то его энергетическая оболочка иссякла бы через пару часов, но он жив. И по виду вполне материален. Парадокс. Может быть, тело оставалось во внешнем мире недоступным для Деотериев? Но тогда бы он их вообще не увидел. Да и не пролез бы ни за что через узкую щель. Нет. Писатель, тебе определенно нужно показаться не Белару. И еще и Вилону, специалисту по биоэнергетике. Либо тебе дали вовсе не иллюзиум, а какой-то новый препарат. Либо я теряюсь в догадках. Мы засиделись. Солнце потихоньку клонялось к закату, и Райли начала подталкивать меня к выходу. Спасибо, уважаемый Вадим Дмитриевич, за то, что уделили нам время. Поблагодарил я профессора. Всегда пожалуйста. И не забывайте, дети мои, что природа тождественна благости. Великие пути учения сходятся в ее зерне и проистекают к истокам бытия. Ну все, понеслось, шепнул мне Райли. Уходим быстро. У него опять бзик начался. Я вышел за дверь. Райли вдруг окликнул в отзорт, оборвав свою бессвязную риторику на полусловие. Я кое-что забыл тебе сказать. О высшее. Закатив глаза, то развернулась на каблуках. Да, Луриби? Несколько дней назад заглядывал ко мне Z345 316. Со своим патефоном. Естественно. Но не только с ним. Да-да, приходил не один. С ним четвертая и двадцать третья шестерки. Не дружественен был их визит, но природа меня защитила. Братья меньше прогнали этих наглецов с глаз долой. Их было трое? Да. Он собирает группу. Он совсем потерял страх и совесть. Но ведь это против главного правила Инсу Акили. Ладно он, пропащий элемент, но те, кто к нему примыкают, они же обрекли себя на бесчестие. Шестерки. У них развита социальная составляющая. Шестеркам труднее остальных преодолевать свой путь в одиночестве. Этой слабостью и воспользовался негодяй 316. Сбил их с пути истинного. Испортил. Превратил своих слуг. Не знаю, скольких он уже совратил, но в любом случае, опасайся его. Одной будет не просто справиться с тремя, а с целым отрядом и подавно. Держи ухо востро. Надежно укрепи подходы к своему дому. 316 придет к тебе. Я знаю. Он будет пытаться убедить тебя присоединиться к его новой общине. Сначала будет заваливать лукавыми обещаниями, потом начнет угрожать. А если ни то, ни другое не подействует, попытается разделаться с тобой. Он сказал, что уже убил двух семерок, шестнадцатую и тринадцатого, а еще одиннадцатую пятерку. Боюсь, что он не лжет. Тринадцатый же. Да, Райли, твой сосед. Будь осторожна. Спасибо за предупреждение, Луриби. Так вот, исходя из моих умозаключений, я вывел квинтэссенцию адаптационных стимулов. Все, пошли. Райли схватила меня за руку и потащила прочь от дома. Через двадцать минут мы уже спешно собирали коконы каких-то существ, обильно разбросанные в куче песка. Коконы были мягкие, но раздавить их оказалось не так-то просто. Последней нашей добычей стали раки, похожие на древних трилобитов. Их собирали в озере, бродя по колено в воде, когда водопой опустел, и животных на берегу осталось совсем немного. Ловля этих ракообразных, напоминающих ожившие ископаемые, была весьма неприятной. Клешней у них не было, зато на хвостах торчала пара острейших шипов, а об края острых пластин на их спинах можно было легко порезаться. Поэтому я приноровился хватать их за длинные усы. По этим же усам я и обнаруживал их, закопанных в донный ил. Во время этих сборов мы вели беседу. — А кто этот 3.16? — полюбопытствовал я. — Да сволочь последняя! Слышал, что творит? Сбивает изгнанников с пути. — Зачем он это делает? — Потому что неудачник. 3.16 нашел Суферакиль одним из первых и очень этим гордился. Он был уже готов занять место среди апологетов, но его находку не приняли. Сказали, что этого недостаточно и отправили в новое изгнание. Более ни с кем так не поступали. Представляешь, какой это был позор. Но вместо того, чтобы достойно пережить его и начать новые поиски, 3.16 разочаровался в своей цели и возненавидел апологетику. Его приняли сулариты, однако и их он вскоре разочаровал своими негативными высказываниями в адрес Хо. Когда уже его прогнали сулариты, 3.16 поклялся, что создаст свое собственное общество, объединит изгнанников, уничтожит апологетику, а потом суларитов. После чего станет хозяином города. Все смеялись над ним. Но, как видно, зря. Теперь их уже трое, как минимум. Это плохо. Объединение – это вполне логичный шаг. Так проще выжить. Принцип стадности – кредо старых хозяев. Наш путь – путь изгнанников, который мы должны пройти в гордом одиночестве. И лишь пройдя его с достоинством, присоединиться к обществу апологетов. Кстати, об апологетах. Когда ты отведешь меня к Небелару? Из чего? Я пока еще не рехнулась, как в адзорт. Не спорю, возможно, в его словах была доля истины. Ты действительно появился в моей жизни, не случайно. Но я пока не уверен, что ты, Суфиракиль. Я не чувствую этого, понимаешь? Понимаю. И долго мне ждать, когда ты это почувствуешь? Не знаю. Терпи, милый. И давай закроем эту тему. Отправив последнего трилобита в рюкзак, я завязал его и забросил себе на спину. Сборы были закончены как раз вовремя. По той же самой тропе вдоль ручья мы поспешили обратно домой, возвращаясь с грузом нового багажа, который был гораздо тяжелее припасов в моем рюкзаке.